Приветствую вас, и вы знаете, вот читая ваше сообщение и понимаю, что вы, наверное, действительно не отдаёте себе отчёт в том, почему ситуация, когда мужчина, ну, откровенно не делает ничего для отношений, почему в этой ситуации вы ведёте себя так, как будто так должно быть, почему вы до сих пор не прогоните его, почему вы до сих пор не проявите в себя свою стойкость, почему? Потому что вы его жалеете. И давайте уж попробуем начистоту, говоря о том, что жалость – это и есть симптом определённой роли. И здесь можно говорить о том, что вы, с одной стороны, может быть спаситель, с другой стороны, вы как бы ставите себя в позицию жертвы, но ваши отношения ни в коем случае, ни в коей мере не являются отношениями между мужчиной и женщиной. Вы относитесь к нему не так, как относятся взрослым ко взрослым. У вас с ним отношения и новые типы. Какие? Ну, по вашему описанию получается так, что вы, наверное, больше взрослый в этой ситуации, потому что вы его понимаете, вы его прощаете, вы его обравдываете, и так далее. И, вы знаете, вы не сказали, что вы его любите. Вы не говорите о том, что, в общем-то, нет у вас симптомов в любом независимости. Думаю, что проблема вся в том, что вы настолько закрутились с ним, настолько загнали себя в рамки взаимодействия с ним, что он даже не представляет себе, как можно жить без него, жить по-другому. И давайте будем честны. Он вас исполнил. Это факт. Он недостаточно бережно и правильно, уважительно относится к вашей машине, к вашему имуществу. Он является ненадежным человеком. Он является тем, кто действует в своих интересах. А вы действуете в его интересах. И вот до тех пор, пока вы будете действовать в его, а не в своих интересах, ситуация так и будет развиваться. Если говорить о причинах. Собственно, вот какие причины могут быть у вас для такого отношения. Причин может быть несколько. Вы боитесь остаться одна и оправдываете себя тем, что вы жалеете мужчину, хотите ему помочь, боитесь оставить его одного и прочего. Вы не уверены в том, что сможете построить отношения с другими мужчинами. Если это так, то тогда необходимо понять, почему вы так думаете. Почему вы так считаете и повышать вашу самооценку. Без повышения самооценки, без определения причин того, что заставляет вас с ним продолжать отношения, не получится изменить ситуацию еще очень-очень долго. И конечно же, если вы боитесь остаться одна, боитесь, что у вас другим мужчине ничего не получится, то необходимо, просто необходимо выяснить, почему вы так считаете. Почему вы так думаете, что заставляет вас так считать. Потому что это, безусловно, неправда. Далее. Может быть, эта ситуация, она, как бы, несмотря на свою ненадежность, несмотря на свою неопределенность, все-таки вызывает у вас какое-то чувство духовного комфорта. Вы чувствуете, например, что вы не одна, а вы чувствуете, например, что у вас кто-то есть. Да, он нападает, но кто-то есть. И, может быть, еще и это мешает вам сниматься. Просто так. Вы боитесь изменить уклад, привычный уклад в своей жизни. Боитесь делать шаг вперед. Почему? Потому что вы не знаете, что там. Дальше. Чтобы знать, что вас ждет, куда делать, собственно говоря, шаг, необходимо определиться с вашими целями. Целями в жизни, целями в личной жизни, целями вообще в глобальном смысле. И вот, исходя из этих целей, исходя из ваших интересов, нужно строить свою деятельность. Пока вы этого не сделаете, мужчина так и будет использовать вас по полной программе. На этом, я думаю, надо бы закончить, потому что возможные причины я озвучил. Теперь вам только лишь осталось выбрать несколько этих причин или одну. И при желании проработать ее специалистом, который вы можете выбрать на нашем ресурсе. Либо самостоятельно осознать и двигаться в своей новой жизни. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, пожалуйста, сделайте его лучшим. Буду благодарен.